В Молдове уже закрылись избирательные участки. Напомню, граждане страны выбирали следующего президента Молдовы и голосовали на референдуме о вступлении в Евросоюз. За процессом следила съемочная группа нашего телеканала и с нами на прямой связи из Кишинева наша коллега Дариса Петру. Дариса, добрый вечер. Скажи подробнее, как прошли выборы и какая обстановка в Молдове. Да, Анна, добрый вечер. Действительно, вот 15 минут назад закрылись избирательные участки здесь, в Молдове. Напомню, что по стране их было 1957 и за границей еще 234. По состоянию на сейчас явка избирателей 51,5%. Ну, казалось бы, это небольшая явка, но, как объяснили нам эксперты, это средний показатель на выборах в Молдове. При этом, по данным Центральной избирательной комиссии Молдовы, наиболее активными были такие возрастные группы от 36 до 45 лет и от 56 до 65 лет. Примерно по 20% на каждую группу приходилось от общего количества избирателей. Наша съемочная группа побывала на нескольких избирательных участках здесь, в Кишиневе, в столице Молдовы. Мы опросили избирателей, спросили у них, что мотивировало их сегодня прийти на участки, проголосовать на выборах президента, проголосовать на референдуме о вступлении страны в Евросоюз. Давайте послушаем прямую речь. Мы должны поддержать европейский путь нашей страны. Это важно для всех граждан Молдовы, проголосовать и показать их политический выбор, потому что наше общество немного разделено в этом плане. Лично я поклонник проевропейского пути. Ну, я скажу прямо, чтобы избавиться от этого русского мира. Прямо я вам скажу. Передайте им овесь Киев, что это плохо. Я за Европу. Мы за наше будущее голосуем, за будущее наших детей, за мир, за стабильность или как еще, и за будущее наших правнуков, чтобы было, было, было мира на земле и счастья, радости. Кремль не оставлял попыток подкупать избирателей и срывать референдум по вступлению страны в Евросоюз. К примеру, зафиксированы случаи и политической агитации на избирательных участках. Также некоторые избиратели были пойманы на том, что фотографировали свои бюллетени, что, конечно же, запрещено молдавским законодательством. Ну и в непризнанном Приднестровье, в так званой Приднестровской Молдавской Республике, были зафиксированы независимыми наблюдателями случаи попыток подкупа избирателей, для того, чтобы они проголосовали за того или иного кандидата. Ну и все это на фоне того, что, напомню, как ранее мы сообщали в наших эфирах, Кремль потратил баснословные деньги на то, чтобы сорвать референдум по вступлению страны в Евросоюз и повлиять на выборы президента. К примеру, как ранее заявляла вице-премьер-министр Молдовы, Москва потратила на эти цели около 100 миллионов долларов. Также хочу напомнить о том, что здесь, в Молдове, была раскрыта агентурная сеть, которая была создана при помощи беглого пророссийского олигарха Илона Шора. Она насчитывала более 130 тысяч участников, которые помогали агитировать граждан Молдовы за те или иные пророссийские партии. Их голоса скупались. Оплата производилась при помощи банковских карт одного из российских банков, что примечательно, эти деньги нельзя было снять здесь, в Молдове. За ними нужно было ехать в непризнанное Приднестровье. Ну и поможет ли Кремлю этот масштабный подкуп, эти грандиозные траты на выборы здесь, в Молдове? Конечно, мы узнаем с вами уже по результатам подсчетов голосов. Ну а мнение эксперта на этот счет давайте послушаем. Мы переоцениваем, с моей точки зрения, всегда какие-то, не знаю, интеллектуальные, наверное, способности кремлевских технологов. То есть, понятно, что ставки были очень велики, денег грязных было вброшено в компанию абсолютно немерено. Провал референдума вот означал бы, что в следующем году у нас парламентский, и, в общем-то, широко открывается ворота для того, чтобы пророссийские силы получили большинство. Ну и напомню о том, что ранее молдавские правоохранители заявляли о том, что Москва вывозила из Молдовы граждан страны, несколько сотен граждан, для обучения провокациям на улицах во время митингов. Но, однако, если говорить о силовом сценарии смены власти, либо же просто насильственных митингов в Молдове, мы опросили на эту тему экспертов, и все они сказали о том, что сомневаются, что Кремль сможет реализовать такой сценарий здесь, в Молдове. Давайте послушаем мнение. Как мы видим на примере Украины, у Кремля там нет никаких тормозов, и они действительно могут действовать любыми методами. Но я бы все-таки не паниковал так сильно, потому что в Молдове в целом структура Шора, она вся построена на деньгах, и люди, которые просто ходят на протесты или даже идут голосовать ради того, чтобы заработать какую-то денежку, они вряд ли пойдут куда-то громить какие-то здания, или на протесты какие-то более активные или тем более насильственные. Да, напомню о том, что избирательные участки здесь, в Молдове, уже закрылись в 21.00. Теперь главной интригой остается то, как проголосовали жители Молдовы, будет ли дальше Кишинев идти навстречу Брюсселю, и будет ли избран президент Молдовы в первом туре, либо же будет назначен второй тур. Мы будем следить за дальнейшими событиями. На этом у меня все. Анна, передаю слово тебе в студию. Спасибо, Лариса. Это была Лариса Петрук на прямой связи из Молдовы. Рассказала о том, как в стране прошли выборы. 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 Рассказала о том, как в стране прошли выборы.